Больше мест, выше цена. Родители Благовещенских дошколят ждут изменения. Главное – вежливое обслуживание. Жители района Трудовой Горького ждут открытия современного магазина на месте закрывшегося микрорынка. Вторая – жизнь хвойных. Отслужившие свое ели можно не выкидывать, а найти им полезное применение. Необходимые согласования, суммы в квитанциях увеличатся предположительно на 60 рублей. На что пойдут эти средства и какие еще нововведения ждут родителей, расскажет Ольга Туманис. Праздник живота в детском саду номер 60, равно как и во всех остальных, по городу царит пять раз в день. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин – обязательная программа питания ребятни. Меню в дошкольных учреждениях строго регламентировано. Блюда вкусны, полезны и разнообразны. Я люблю есть больше с ухариками. Катрията. Почему? Я люблю вермишелевую кашу. По закону оплачивать питание и пребывание детей в садах обязаны родители. А так как цены на продукты растут, им нужно приготовиться к увеличению размера платы. В Благовещенске она составит предположительно 210 рублей за день пребывания. Из этой суммы 116 рублей 86 копеек затраты на питание, 61 рубль 20 копеек оплата труда сотрудников и 31,5 рубль на содержание ребенка. Повышение произойдет не раньше, чем через месяц. Но зато исчезнут добровольные взносы, которые родители платили сверх квитанции. А у заведующих детских садов появится возможность лучше планировать расходы учреждения. Мне на сегодняшний день не нужна мебель в детский сад. Значит, я экономя эти деньги, которые будут на мебель мне даны, но я буду знать, что я их накопила, я их могу перенести и закупить, предположим, те же полотенца, предположим, ту же посуду, предположим, ту же хозяйственную. Я считаю, что это лучше. Положительный эффект уже возымело еще одно нововведение, касающееся родительской платы. Установленное в ноябре правило оплачивать пропущенный ребенком дни по неуважительной причине освободило 147 мест. Ровно столько родителей написали заявление о том, что их чадо не будет ходить в дошкольные учреждения минимум полгода, а то и год. Это почти целый детский сад. На эти места мы можем выписать, естественно, путевки. В этом плане, конечно, мы видим положительные моменты. Еще хочется отметить поведение родителей. Мы будем говорить так, улучшилось в том плане, что родители стали писать заявление, предупреждать заведующих о том, что ребенок не будет посещать детский сад, указывать причину. Распределят эти места уже в конце января. В основном их получат дети старше трех лет. Но и для малышей есть возможность пойти в садик. В реконструированном здании 67-го ДОУ открываются платные группы для детей от полутора лет. За их посещение родителям придется ежемесячно платить чуть больше 13 тысяч рублей. А по достижению трех лет ребенок автоматически попадет в муниципальную группу. Ольга Туманис, Александр Матвеев, программа «Город». И к другим темам. Торговый центр ГСТК по адресу Горького, 130, выставили на торги. Магазин давно не выдерживал конкуренции с современными супермаркетами. И был почти убыточным для предприятия владельца. Какие еще проблемы заставили закрыть некогда популярную благовещенцев торговый центр? И появится ли у потребителей альтернатива? Узнаете из следующего сюжета. Такую картину на микрорынке на трудовой Горького мы застали буквально накануне Нового года. И бойкой праздничную торговлю назвать не смогли. На площади почти в 400 квадратов всего с десяток предпринимателей. Ассортимент тоже небольшой. Ни свежего мяса, ни замороженной рыбы. Впрочем, местные жители с этим мирились. Единственный магазин продовольственный, вот этот рынок остался. Ну я, допустим, еще не так уж древняя старуха, но здесь очень много пожилых людей, которым, допустим, очень не ходить куда-то проблемно. Их этот рынок устраивает. И все здесь устраивает, потому что все рядом. Мирились покупатели и с ценами, которые здесь были на порядок выше, чем в других магазинах города. Зато обслуживание хорошее. Продавцов клиенты давно знали. Предприниматель Елена, к примеру, держала здесь точку 17 лет. Говорит, за это время микрорынок не раз собирались закрыть. Но каждый раз обходилось. Вот сейчас в данной ситуации никуда не обращались. Потому что уже так устали, так уже все наболело. Единственное, просто говорю, что если покупателям надо, они вот в этот раз, они инициативу взяли в свои руки. Инициативу покупатели проявили, да только в другом направлении. Стали чаще жаловаться на неправильную разгрузку товара и неблагоустроенный торговый зал. Ведь ремонт в центре не делали уже 20 лет. Сами предприниматели с этим не спешили, надеялись на ГСТК. А в МП денег на это просто не было. Дохода рынок не приносил. Мы обсуждали предварительно с предпринимателями, что мы готовы были его закрыть на полгода. Готовы были туда найти инвестора, который бы затем, сделав там ремонт определенный, взял бы предпринимателей под свою опеку и дальше продолжал с ним работать. Но это у нас не получилось. В итоге ГСТК ничего не оставалось, как выставить убыточный торговый центр на торги. При этом специалисты пообещали, на произвол судьбы не оставят ни предпринимателей, ни местных жителей. Первым на льготных условиях аренды предоставят места в других торговых центрах. Половина продавцов уже дали согласие. Покупателей же в ГСТК заверяют, свято место пусто не бывает. Сейчас за здание уже борются две продовольственные фирмы. Юлия Мишурнова, Александр Матвеев, программа «Город». Благовещенцы могут пожаловаться на завышенную стоимость продуктов. По поручению мэра Благовещенска, управление потребительского рынка проводит еженедельный мониторинг цен. Специалисты раз в неделю сравнивают ценники на продукты потребительской корзины. Кроме того, следят еще за 40 наименованиями продуктов питания. Такие меры позволяют выявить случай необоснованного повышения цен на те или иные товары и своевременно среагировать, оперативно направить обращение в УФАС. Напомним, в управлении потребительского рынка работает горячая линия. Здесь принимают сообщения о необоснованном повышении цен. Номера вы видите сейчас на своем экране. Один пассажир пострадал, а два погибли в автоаварии 1 января по вине пьяного водителя. Последний, кстати, серьезных повреждений не получил. И как только вышел из больницы, был заключен под стражу. По предъявленному обвинению он свое отношение высказывать отказался. Сослался на то, что он ничего не помнит. Но данное обстоятельство может иметь место, по мнению следствия в том числе, потому что у него черепно-мозговая травма. Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса управления автомобилем, лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Ну а сейчас следствию предстоит установить, с какой скоростью двигался автомобиль, поскольку видеозаписями момента аварии оно не располагает. Новогодние деревья заполонили городские дворы и контейнерные площадки. Они отправились в утиль вместе с последним праздничным днем. Тем же, кто еще не успел вынести елку, стоит посмотреть следующий сюжет. Корреспондент города Юлия Мишурнова расскажет, как нужно и как ни в коем случае нельзя утилизировать хвойные. И чем ослужившие свое ели могут быть полезны огородникам. Перед новогодними праздниками россияне проявляют фантазию в украшении зеленой красавицы. После – в ее утилизации. По завершении новогодних гуляний елки можно увидеть где угодно, даже на козырьках подъездов и ветках деревьев. Но чаще всего последним пристанищем хвойных становится близлежащий сугроб. А в этом дворе, что по адресу Калинина, 127, и вовсе за новогодние праздники вырос настоящий сосновый бор. Правда, как только снег растает, эти елочки превратятся скорее в мусор, нежели в украшение города. Ведь доберутся ли они до контейнерной площадки, пока никому неизвестно. Впрочем, даже выкидывая елку как положено, многие горожане допускают уйму ошибок. В этом году один благовещенец уже отличился. Засунул дерево в мусоропровод. А некоторые граждане складывают ели в контейнеры, предварительно разрубив на части. Коммунальщики могут долго рассказывать об экстремальных способах утилизации. Мужчина подъехал к контейнерной площадке, смотрит, автомобиль едет рядом с елками наш. Он побежал за ним быстро и вслед догонку пытался закинуть эту елку в машину, хотя она перелетела через автомобиль и упала на проезжую часть. Были такие случаи даже. Пытается и сжечь даже потом возле деревянных домов. Потом получается, что иногда могут и дома загореться. Не создать проблем ни себе, ни коммунальщикам позволит одно правило. Оставлять ель следует на мусорной площадке. В идеале в завернутом виде, чтобы не загрязнять территорию хвоей. А последнее, кстати, может весьма пригодиться в хозяйстве. Хвою можно использовать как эффективное средство по борьбе с проволочником. Если вашему картофелю на огороде вредит это насекомое, то хвою можно при посадке внести в лунку. Хвоя является ценным мульчирующим материалом, то есть покровным. Грядки для того, чтобы их реже поливать, а также был выше урожай лука, чеснока, моркови, свеклы и прочих огородных растений. Где-то в начале июня можно покрыть хвои старые, прошлогодние. Юлия Мишурнова, Александр Матвеев, программа «Город». Пшено, костюмы и мешок побольше. Это все, что было нужно актерам театральной студии «Этюд» из городского дома культуры. Вечер Старого Нового года. Ребята отправились каледовать, а вместе с ними и наша съемочная группа. Анжелика Павлова знает, как принимали ряженых горожане и почему каледующих категорически нельзя выгонять. Пришла каледа, отворяй ворота! В желанные ворота, коими является подъезд обычной многоэтажки, зверям, чертям и прочим ряженым из городского дома культуры попасть не так просто. Везде домофоны. Впрочем, 13 января все эти сложности отпадают. Каледующих в первой же квартире встретили с распахнутой дверью и горстью конфет. Удача улыбнулась и этажом выше. Повсюду, где каледующим открывали, они выполняли свою часть ритуала. Обильно посыпали прихожую пшеном. На счастье. Не успел маленький Егор как следует рассмотреть каледующих, как те поспешили дальше. Впрочем, не все двери для веселой компании открылись в этот вечер. Ну, больше, конечно, тех, кто открывает. Реакции, конечно, сначала не пугаются, а потом такая улыбка у всех на лице. Нам, конечно, это тоже нравится, как бы радость приносить людям в дом. Это очень неожиданно и интересно. Обсыпали пшеном каледовщики даже стоящие во дворе автомобиль. Разницы, говорят, кому пожелать счастья, нет. Но взамен нужно обязательно что-нибудь взять. Денежку или сладость. Все люди верят в то, что будет счастье, богатство, все будет хорошо. Если придут каледовщики, их нельзя обижать. Значит, будет счастье. Если вы не встретите, как следует, каледовщиков, не откройте им дверь или прогоните. Ну, существует такая примета, что в этом году будет не очень удачно у вас все. Поэтому нужно любить друг друга, нести радость всем людям. Такую радость актеры из театральной студии «Этюд» несут людям уже четвертый год подряд. А заодно напоминают о старых русских традициях. Это совсем не сложно. А пить чай с накаледованными сладостями еще и приятно. Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». А 19 января православные верующие будут отмечать один из своих самых значимых праздников – Крещение Господне. По традиции в этот день принято набирать освященную воду и окунаться в крещенскую купель. В этом году на территории Амурской области будет организовано 8 купелей. В селе Уснюк же от Индинского района, в поселке Талакан на источнике Святого Ильи, в поселке Прогресс на водохранилище Гресс, в Райчихинске на озере Ремзаводовское, в Тынде на реке Тында, в Свободном на реке Зее и в Благовещенске на Зее и на Амуре. Во время купания на водоемах будут дежурить инспекторы ГИМС и спасатели, а также врачи скорой помощи и полицейские. А накануне праздника специалисты проверят готовность купелей к проведению обряда. Проследить вековую историю Благовещенской торговли на примере одного из самых старейших магазинов горожанам предлагают в Краеведческом музее. Выставка, посвященная зданию и судьбе товаров для дома, открылась сегодня в холле музея. Материалы экспозиции объединили три века истории торгового дома, основанного в 1899 году. В конце 19-го столетия в нем оптом и в розницу продавали одежду, галантерею, скобяные, пищебумажные, кожевенные изделия, катанную обувь, швейные машины, велосипеды и многое другое. Принадлежал Центр приятных покупок первоначально известному купцу Чурину и братьям Платоновым. Город Благовещенск исторически сложился купеческим городом. Его бурное развитие в те годы, множество магазинов, наверное, очень большая компания купцов этого города. Она славила город еще сто лет назад. Держать марку основатели стараются и нынешние хозяева исторического здания. Коллектив товаров для дома обосновался здесь в 1990 году. А раньше, в течение 20-го века, под этой крышей работала не одна организация. Правда, деятельность каждой неизменно была связана с торговлей. Здесь мы можем наблюдать вытянутую немножко площадь. И современность это на самом деле немножко мешает. То есть для современных стандартов торговли очень тяжело разместить правильно торговые ряды, чтобы соблюсти все нормы в этих удлиненных коридорах. Эти коридоры, лестницы и переходы за сто лет претерпели достаточно изменений. Но есть в здании места, где можно прикоснуться к нетронутой вековой истории. Одно из них – чердак. Более подробно о нем и о других секретах торгового места можно узнать, посмотрев в субботу итоговую программу, точнее, выходящую в ее рамках рубрику «Благовещенск в деталях». А выставка, посвященная городской торговле, будет открыта вплоть до дня рождения магазина – 14 февраля. Ольга Туманис, Александр Матвеев, программа «Город». Реконструкцию здания молодежного культурно-просветительского центра в Благовещенске заморозили до весны. Открытие учреждения перенесли на конец 2016 года. Реконструкция заброшенного здания в центре Благовещенска началась прошлой весной. Бывший купеческий центр является памятником архитектуры, поэтому ремонт там вели под надзором Министерства культуры и архивного дела области. За это время строители почти полностью восстановили фасад и кровлю. Однако работы было решено прекратить и возобновить с наступлением тепла. Сейчас православные активисты ищут средства на завершение реставрации. По словам куратора проекта, на это необходимо порядка 10 миллионов рублей. Через неделю Благовещенск примет у себя гимнастов со всего Дальнего Востока и даже Сибири. В столице Приамуре состоится 15-й всероссийский турнир по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Торжественное открытие пройдет 22 января в 18 часов в Амурской областной Дюж. В соревнованиях примут участие гимнасты Дальневосточного федерального округа Читинской и Кемеровской областей, а также команда из Монголии. Всего около 100 спортсменов. Почетными гостями турнира станут олимпийские чемпионы Любовь Андрианова и Николай Крюков. И напоминаю, главные новости города можно узнать в любой момент. Просто заходите на сайт tvgorod.ru Приятного вам вечера. Встретимся завтра.